Привет-привет! Мы вышли на станции, я решила здесь и начать снимать, показать вам немного Токио. Мы идем в свой японский сад, чтобы и я, и вы посмотрели на красоту, и может уже почувствовали весну, если в вашем городе все еще холодно и снег. Продолжение следует... Продолжение следует... Известный очень капсульный отель в Токио. Пастрон был он еще в 1972 году. Мы сейчас с вами в парке. Я вам буду просто показывать, какие здесь есть деревья красивые и цветения, какие сейчас. У меня на губах тот же тинт. Он мне настолько сильно понравился, что я даже думаю еще взять какие-то цвета. В Японии очень развита арбопластика. Это управление ростом деревьев и придание им нужной формы. Японцы считаются мастерами арбопластики или еще это называется арбоскульптурой. Такое выращивание занимает не один год и иногда века. В этом парке есть 300-летняя ель, форму стволам которой придавал человек. Еще, как вы знаете, есть такая культура, как бонсай. Это выращивание точно копии дерева в миниатюре. Такие маленькие деревья можно часто встретить практически на любой улице, у жилых домов, кафе и просто у тротуара. Здесь растения в горшочках практически везде. Продолжение следует... Продолжение следует... Есть такая национальная традиция любования цветами. Первой цветет японская слива. Сейчас ее сезон, вы ее видите. А потом, когда уже немного потеплеет, начнет свести сакура. О времени цветения всегда сообщает СМИ. Также помимо японской сливы, здесь рядом цветет абрикос. Перед вами знаменитый театр Кабуки. Вот так он выглядит. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока.